Головы этих эльфов украсят нашу крепость! Я вас приветствую, друзья! С вами Верус, сражаемся, естественно, с Малусом, но у нас хорошая пехота, но нет стрелков, которые могли бы просто уничтожить гидр еще на подходе, которые могли бы законтрить колесницы, они будут нас расстреливать. Однозначно, огров не хватит, чтобы перебить стрелков, их не так много, огров вроде бы такие крупные и большие, но вообще никчемные ребята по факту оказываются в основном. Надежда во многом и у нас здесь сейчас на взрыв пакета, перебить его пехоту и за счет баланса где-то там выиграть. Чтобы руны работали лучше, я предлагаю встать как можно плотнее. Можно использовать лес для защиты от стрел, допустим. И монстры там будут сражаться слабее, у них будут проблемы. Но взрыв пакеты... Хотя мы будем находиться в лесу, будет у нас все нормально. Давай. Выставляем войска. Хотя вы вдвоем, наверное, сейчас вот здесь будете чуть закруглять. Вот как-то так. Так что отошли назад. Приготовиться. Становимся компактно. Очень компактно. Эти двое здесь чуть замкнут круг. Потом, если что, фланги будем выводить, стрелять, закидывать врага. Взрыв пакетами. Несчадно. Мстители назад. Вас мало, но вы очень будете нужны сейчас. С гидрами разобраться. С кавалерией в идеале. Всех поставили. Всех. Отлично. Используем лес. Хотя, наверное, сильно там закруглять уже не нужно. Тебя можно вот сюда. Здесь тоже можно одного оставить. И все. Магия. Ну, я еще даже большой круг взял. Можно было еще компактней, чтобы действительно всех патчить. Тут-то не сильно. Атаку мы будем увеличивать и доспехи. Но в первую очередь кинем доспехи. Чтобы стрелки нас не гасили. И он здесь может особо даже с фланга сейчас, наверное, нас не обойти. Конечно, стрелки должны были бы помочь нам тут. Если были бы стрелки, я бы сказал, мы однозначно выиграем эту битву. Железобетонно. Хотя бы три отряда стрелков. И уже гидры палим. А если гидр нет, то и остальное уже не так плохо. Тут герои просто еще же. Еще колесницы эти стрелковые. Но стоим в лесу. Ждем. Ждем своего часа. Либо ждем, когда прозвонит колокол. По душе темных эльпов. Хотя он давно прозвонил уже. По ним они уже давно прозвонили. Все возможные колокола. Кавалерия пытается обойти нас с флангом. Вас чуть дальше отведем, чтобы арбалетчики не дотягивались. Ограф выводить вполне возможно вот здесь придется. Тут кавалерии поменьше. Но самое забавное, что наши не порвут же кавалерию вдвоем. Так себе. Помощь. Кавалерия Ограф гномом. Увеличиваем защиту. Взрыв пакеты. Давай, 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 давай. Так, можно сразу на гидру, наверное, кинуть здесь. Отряд. Кто ближе? Вы? Ну ладно, давайте вы. Кто тут следующий? Следующий ты. 54. Давайте вы вдвоем. Вас будет более чем достаточно пока что. Разворачиваем. Этот фланг разворачиваем. Огры выходят. Так, все остальные мстители. Сосредоточились на этой гидре. Давай, давай, давай. Голодные вы наши. Нам нужна одна победа. Все, порвать. Порвать, 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 порвать. Порвать. Вы убили? Я не пойму. В лесу, блин, единственный косяк. Надо будет даже сейчас, наверное, пробел пока что, чтобы не зажимать. Так, гидру не убили, но они ее отчаянно коцают. Можно оставить вас, допустим, убивать Малуса. Пытаться вас охотиться на одну и на другую гидру уже. Пехоту уничтожаем. Баланс пока что в нас не особо верит, но... С этим соглашусь. Так, прорвитесь вы через них, но у вас... Такие туши, вы можете... Через них прорываться. То, что вас порвет... Это да. Гномы, чуть пройдите вперед. Начинайте драться. Огры, естественно, уже побежали. Давай-давай-давай, темных... Да сюда, идите! Ну, я твою дивизию, Огры, вы отвратительны. На самом деле. Замочили? Красавцы, бегом. Тут есть еще цель. У темных эльфов пошел бонус. Надо его пережить, надо его перетерпеть. И все будет хорошо. Ну, еоперный... Кардобалет. Зацепите хотя бы, гномы и остальные... Уже будут драться. Вы... Теперь сюда. Остальные нормальные гномы будут драться. Бомбим, бомбим, бомбим. Пока в нас не особо верят. Я с этим полностью согласен. Но шансы, говорят, равны. Наслаждаться боем возможностей у нас сейчас нет. Так, а ну-ка, идите, помогите здесь. Огрыф-то уже перебили, считай. И этим мстителям поможем, чтобы атака у них проходила... Чаще. Все-таки они с Гидрой сражаются. Бегом, 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 бегом! Пойди, помоги с Маусом. Развернись туда. Заходим, заходим. Бардак тут небольшой, но... Нам нужно обойти со спины. И разбить кавалерию. Гидра погибла. А мы вроде бы как выигрываем. Так, отгоняй, отгоняй, чтобы со спины их не убили. Малус. Ничего страшного. А ну-ка, мстители. Эти ребятки... Вот за кого я переживал, я думал, мстители точно будут уничтожены в этом бою. Но они себя проявили... Выше всяких похвал. Перебили все, что только можно было. Крупного. На данный момент, как там дела? Я готов. Гаси, гаси, гаси. Этот отряд перебрасываем чуть колесницы отогнать, потому что тут... Малус гаденыш перевоплощается. Нет? Нет. В него еще верят. Но в этом плане я соглашусь. А это тени. Кстати говоря, это тени. Их просто так сейчас тот отряд может не перебить. Может потребоваться подкрепление. Что у нас здесь? Кавалерия бьется. Героев практически порвали. Вы все втроем здесь. Давай один отряд убеги. Чуть-чуть. Перебросим тебя. Уф-уф-уф. Так, что вы побежали? Тени вас опрокинули. Давай-давай-давай, гномы. Какие-то тени будут вас пугать. Баланс чуточку в нашу сторону. Прям самую малость. Но мы сделали максимум, что могли сейчас. В принципе, остальное должны сделать гномы уже. То есть мы сделали самое-самое основное. Можем этот отряд отправить... Помогать здесь. Хотя и... Не, он там не помощник сейчас будет. Он сейчас там будет не помощник. Тени еще живы. Бегом. Мстители тени могут расстрелять. Баланс потихонечку все больше и больше в нашу сторону. Стекается. Но ты-то куда побежал? Ёб твою дивизию. Лорд. Вот. Собрался тряпка. Собрался теней. Можешь погонять пока что. Пока мстители вынуждены сражаться с Малусом. Давайте вы сюда. А, ладно, один отряд сюда. 54 сюда. Вы помогите с тенями. То есть у нас сейчас проблема только Малус. Колесницы это не проблема. Так, ну тени. Вот-вот побегут. Вот он перевоплотился наконец-таки. Проблематичное с ним сейчас у нас, конечно... Сражение протекает. И именно вот лично из-за Малуса все. Так плохо выглядит. Его реально сейчас фиг сломаешь. И тени... Бьются из-за него до последнего. У него здоровье сейчас падает. Можно мстителей, может быть, даже и не отправлять. Он здоровье потеряет в любом случае. Так, отлично. Тени уничтожены. Все сражаться сейчас разом не будем. Уходим в лес. И немножечко партизаним дальше. Но мстители погибнут. Скорее всего все. Но как сейчас его победить? Честно, я не представляю даже. Как его дамажить? Чем? Даже баланс. Ну то преимущество, которое у нас было небольшое, оно уже утеряно. А он перевоплотился прям вовремя, когда определенное количество хп уже все. Давайте сломайте колесницы. Он будет взрываться сейчас. Он будет делать всю эту гадость. Пусть теряет хп. Большое количество бойцов держать рядом с ним нерационально сейчас. Поэтому все заходим в лес. Главное еще лорда не потерять. Потому что если лорд умрет, то все. Ну давай, 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 давай. Ты-то несокрушимый. Ну у тебя же должно вот этот. Или тебе убрали здоровье. Чтоб таяло на глазах. Он истощен. Но он один. Ну ждем. Большую толпу отправлять смысла нет. Вообще никакого. Потому что он... Просто мы крепость сейчас не возьмем такими темпами. С такими потерями мы не возьмем крепость. Давай, выгорай ты. Выгорает, выгорает. Потихонечку выгорает. Так, а ну-ка. Давайте сейчас используем... Чуть другую тактику. Ушли все. Эти ребята прикроют вас. Они доблестно пожертвуют собой, но прикроют вас. Чтобы вы, я надеюсь, успели спрятаться. Попробуем отсидеться чуть. Ха-ха-ха. Хотя бы малость в этом лесу. Малость с малусом. Блин, они уже все побежали. Ускоряемся, гном. Ускоряемся. Останься. Прими этот бой. Собака ты малус, а? Ну, еще и хорошо так... Разметелил наших. На перерез. Все, спрятались в этом лесу. Не, он пытается догнать. Забить на него, забить. Хотя он вас сейчас забьет, блин. Он в бою сильнее становится. Поэтому... Мы должны исключить... Сражение из этого уравнения. И у нас будет... Победа. Валевая местами. Все, стой, жди его. Он на тебя нападет. Так, отлично. Вы в этот лес. Успейте спрятаться, успейте. Представьте, что вы в пшеничку забежали. Потому что баланс уже шатнулся, не в нашу сторону. Я даже не представляю... Как сейчас иначе убить... Малуса. Он побежит за ними. Однозначно. Так, уводим, значит, один отряд. Вообще в другую область. Как-то он... Прям вообще... Крайне мощно выглядит. И это причем у него уровень какой сейчас? У него там уровень... 16-й, по-моему, только. Кто не спрятался? Ты не спрятался. Исправь. Хотя нет, ты спрятался. Подожди. Отставить. А ты у нас не спрятался. Тебя палить будет, если что, он... Все, гномы. Держитесь. Уже вон полосочка вновь появилась. Самое ведь забавное, это уже другой персонаж. Считай, когда он перевоплотился. И у него... То, что мы его дамажили, пока он был... Обычным эльфом, уже не играет роль. Все, отлично. ХП у него начинает таять. Этот отряд убегай. Иначе ты своих товарищей спалишь. И он их... Он начнет убивать. Поэтому беги куда-нибудь. Беги. Дорогой мой, беги. Так, эти воодушевляются. Молодцы. Молодцы, молодцы. Ну, перехвалил вас. Перехвалил вас маленько. Все, тише воды, ниже травы. Малу сейчас развалится. Он сам развалится. Ну, чтоб тебя спалились. Вы же понимаете, что... То, что вы спалились, это ваша смерть. Но лучше пусть они сбегут, даже чем Маус будет в бою находиться. Ну, там он сейчас восстанавливать ХП особо не сможет, но... Это все равно. Да, как-то действует на нас. Ну, а мы должны выиграть. Все. Хорошо так. Примостились. Разместились. Примостились, замостились, спрятались. Че, Маус там? В лесочке ждешь? А где ты сам там? Ходишь, бродишь? Или стоишь, ждешь нас? В трех соснах заблудился, да? Ну, смотрите, баланс начинает ползти. У него все меньше и меньше ХП. И прям вот, ну, посмотрите разницу. Когда он сражается, там, это... Даже незаметно, что мы его коцем. Восстанавливает ХП. Стрелков нет, дамагеров нет. Наш Лун... Ну, он хоть и цитадель, но... Максимум оборонительного плана. Так, вот он идет потихонечку. К нашему лесочку, но победа близка. И Маус сейчас развалится. Все, пришла твоя смерть из яйца. Маус. Как говорится... Высокая травка лучше друг гнома. Правильно, господа? Все. Чем выше трава, тем целее борода. Мудрости гномов. Они такие. Фильм ужасов, словно, да? Маньяк на пляже устроил резню. От него все попрятались. А он теперь хочет найти и убить оставшегося. Завершаем бой. Это была очень кровопролитная битва. Мстители. Мы все-таки потеряли только один отряд. Выжил. Всего лишь один маленький такой отрядик. Огры зато свалили. Первые свалили огры. Больше всего сохранились. Так, посмотри. По зеленой полосочке практически. Потери восполнить мы не сможем. Но только с гномами можем восполнять потери теперь. Сражаясь. Придется, ну, что брать. Клятвенное золото. 270. Набил Малус. Причем сколько у тебя урона? Нанесено 20 тысяч. Прилично. Прилично. Мы делали, что могли. Взрыв пакета. Ну, вон, по 15 наши гномы набили. Но они пехоту перебили. Ах. Ты сбежал там даже. Восемь сотен не назнется. Жаль. И тут подходят еще войска. И... Малус сам выжил, как бы нам сказали. Хотя мы видели, он трупом упал. Он упал. Замертво. А здесь Марк Вульфхард нападает. Два стека, но... Это вообще изи вин. Ну, вот здесь стек у нас сбалансированный. Стрелков хватает. Здесь даже Малус отгреб по полной. Можно, конечно, и сразиться. Он обещает средние потери. Я думаю, мы сможем избежать средних потерь. Если что, Карнозавр побегает. Мортиры покоцает. Че по карте? Че по кабраму. Лес есть. Но лес нас сейчас, я думаю, будет вновь спасать. Ну, погнали, ладно. Сразимся. Тоже стану плотненько. Потому что несколько армий. Лечение. Нам нужно сконцентрировать огонь. Нужно, чтобы все было ровно. Артиллерию. Ну, может быть, только не всю армию сейчас в лес заводить. Возможно, встанем правее. Подкрепление подходит у него из-за спины. То есть, где-то вот здесь артиллерию надо поставить, чтобы она бомбила. Чтоб в деревья не втыкались снаряды. Хотя можем подставить героя. Минометы пусть работают по герою. Они ему ничего не сделают. Либо даже Карнозавр. Пусть маневрирует. Пусть спокойненько бегает. А кавалерию... Ну, да, наверное, так и сделаем. Тогда выставляем армию. Снова. Нашей маленькой бойголовкой. А какую вы ждали от гномов? Чуть сейчас компактнее поставлю, чтобы способности лучше заходили. Вы с щитами идете вперед. Разворачиваю. Ну ладно, артиллерия. Кубиками становитесь. Становитесь кубиками. Сейчас у нас герои имеются, поэтому... Так, это что у нас там призывает духа еще предков? Точно. Духи предков. Паркуйся где-нибудь тут. У тебя есть камнепад, джезл камня. Смерть обеспечена. Мучительная. Давай, выходи все-таки, ладно. Герои чуть впереди у нас все-таки стоят. Погнали. Мортиры подходят со спины. Хотя, ну, ты прятаться в лесу не можешь, к сожалению. Божественная мощь. Шанс магической ошибки. По способностям сейчас проверяем. Вот это... Вот идеально прям. Хотел сказать, чуть-чуть не дотягивает до идеального, но теперь это прям идеальный круг. Все, что я буду кидать, все будет заходить на всех наших пехотинцев. Громим мечников. Все-таки дайнозоу, ходи. Влияет на союзников в зоне. Тоже шарик такой же, отлично. Если что, мы соберем и подлечим. Карнозава прикрой здесь, от кавалерии. Когда они увязнут, тут уже и пушки будут заходить бомбически. Так что наши... Справятся. Тебя переключаем. Увеличим броню. Пока что так, потому что здесь начинают нас расстреливать. Герои-то выстоят. Но им нужна поддержка, безусловно. Артиллерию пошли обстреливать. Смотрите, какие, а? Иди сюда. Помоги ему. Прикрой. Ай, артиллерия, куда ты поползла? Подожди, я же тебе включал режим обороны. Все должно быть хорошо. Кстати, еще один такой же, поеди. Хотя нет, ты с щитом, а ты без. Ты, значит, нападаешь сюда. Этот прикроет здесь. Но артиллерии чуть достанется все-таки. Хотя натиск не дошел. Но здесь вот под креплением артиллерия будет обалденно бить. Все, разорвать, разорвать. Что? Порвите кавалерию. Я бы еще и сейчас лично пострелял здесь, но... Есть определенные проблемки. О! Далеко. Это же камни должны посыпаться, насколько помню, да. Я обожал эту способность у гномов еще с первым прохождением. Все, гном, выходишь. Героев ничего страшного не буду. Подлечивать. Хотя от того же карнозавра следовало бы подлечить. А ну-ка, вперед. Победа близка. Ну, потери, может быть, и действительно средние у нас сейчас. За счет стрелков. Изменяя주ся. Героев говорили. Хорошо. Спустой выс fase. Вτα當然! Встречаться. Встречаться. Отдель. даже крутить не пришлось а ну-ка ты дружище вот отлично артиллерию можешь тоже у тебя это возможность имеется все я подожди вот она скорость кто там еще сражается почему все никак мою победу не объявит соответственно торок у него и зелья я его поэтому и не хилил переживал я только что вот карнозавра нужно было бежать и он общую хилку пропустил а подожди вот он он отрядик сыны зигмара мечники которые никогда не бегут вот и всего вот испекся вульхарт но у нас сегодня две таких эпичных битвы вторая по количеству бойцов первое все-таки по самому наполнению что малус это грозная сила была 17000 тоже нанес неплохо молодец завершаем бой вообще снайперу гномов это крутая вещь если говорить так то в общих чертах то наследником этого снайпера является наверное даже именно стрелок вампиров пиратов со своими плюшками бонусами бафами давай доход общественный порядок увеличим это все-таки наша земля здесь но напал напал засада провалилась моя здесь но мы вытащили два стеков он оба стека уже сформировал вот сформировал второй стек так что возможность была нападение на войска успех первого победа серьезно он потеряет абсолютно всех здесь только артиллерия издеваешься ладно осаждай не хотелось если честно лично эту играть битву сопротивлением выстрелом урон от выстрелов армия лорда ну это еще круче сейчас наша армия забияками стал урон смотрите у них 65 в принципе у егерей если посмотреть у самых багманских егерей у них здесь 45 урона от выстрелов бронебой но тут конечно баф лорда и его особенности именно фракционные еще не бронебойные но очень прилично я за счет в игре переживал конечно из-за вот этого отряда ну у них выстрел хороший в бою они достойно себя могут проявить этих 160 этих 80 соответственно у нас дальность здесь тоже уже 184 а там 80 что стоит учитывать но топорики мы метать не собираемся мы будем во врага болтами убить заберем парящую пирамиду трогать сейчас эти стеки не станем тем более один подходит как подкрепление давай тренировки докачаем тренировочки тарик 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 2 очка тебе осталось в качать 2 очка куда мы их потратим это точно нет болтомет автожир это точно нет железные ящер огненные пушки точно нет местометы можно боеприпасы урон от выстрелов пушек органных орудий парочку до уровней дать плюс 10 процентов плюс урон чуточку увеличится можно вот болтометов пушек органных орудий огненных пушек урон от выстрелов болтометов вместе мётов то есть местометы мы улучшим и второй момент а вот подожди забияки мстители убийцы молотобойцы железовому как раз таки вот здесь нужно качать подожди чуть не совершил ошибку нам вот огневую мощь давим еще забияк качнуть обязательно и потом милость артиллерию урон от выстрелов 90 получите распишитесь урон 90 какие могут быть еще вопросы к этому пацаня реку так ты продолжаешь наводить порядок тем более здесь нестабильно с тобой сейчас может сразиться придется тут стрелки блин но они разнесут же гарнизон ну что ты вот это в тобой ладно нескольких горняков можешь слить малун цитадель теперь пора валить это армия ничего не сделает причем валить как-нибудь так чтобы нас не достали обходными путями ну потому что мы если сейчас на территории врага мы ничего не сможем они элиту не какие отряды подтянуть так что лун цитадель ты победил это было очень важная победа для нас к сожалению воспользоваться плодами этой победы мы сейчас не сможем плыви пока тут не открытое море главное что они после погоны отвали я же испугался малус темный клинок ни один ни другой стек нас не дарить станет не дотянет сам но малус не должен сейчас пытаться догнать только из поддержки 2 сейчас из общего резерва начнем подтягивать еще все-таки попробую восполнить потери попробуем стрелков взять без стрелков да ладно еще тут восстанавливать потери сейчас придется первого победа вот надо день либо стеры уничтожены но тебе нужно возвращаться в чумные топе пару ходов посетить восстановить потери еще одного нанять заново все сиди работой медленно он но уверенно даже начинаем восстанавливать потери угадать бы кого ты посчитаешь за главное поселение здесь снова в случае восстания это все ну и мы скорее всего сейчас должны будем выиграть ладно давайте не буду заканчивать серию на этой битве быстро выиграем может успею еще ход сдать а может на этом ходу и все закончится сейчас вот так вот бывает куча сражений и все в одной серии как одни жалуются что слишком много автобоя хотя смысл разыгрывать до битвы где ты заведомо сильнее разносишь все что только может двигаться даже не играя толком и когда ты столько и делаешь что сражаешься всем угодить невозможно приготовились вы перехватите их а ну-ка давайте трое здесь двое тут ты на всякий случай стрелков прикрываешь погнали ну тут рельеф не дает мне ниже опустить даже в последний выстрел я делаю лично кстати я не проверю рельеф нормально нормально вам удобно стрелять будет так арбалетчиков сначала убейте тем более там пока они идут там прилетает и остальным а вот артиллерии можно уже переключиться начинаем заходить с фонгом сосредоточить огонь один отряд может пойти арбалетчиков чуть кошмарить остальные уже убивайте здесь убей вот сюда в точку ты тоже можешь вот сюда где-то в точечку бить примерно по хвостам ну попадать по своим будет но ничего страшного мы в любом случае всех не сольем как нам обещала с тобой хотя стреляйте по полководцу все артиллерии отставить козюк 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 давай молодец по хвосту ему напоследок завершаем бой ну вот и все а с тобой мне рассказывал что всех солью но тут артиллерия ну максимум только выживет но гритнуть мама клянусь гритит а артиллерия только в лучшем случае не пострадает это из уважения к вам говорит вы любите артиллерию там я ее пытаюсь сохранить их плохо работает нанимай шахтеров за один ход но тех же шахтеров можно из общего подтянуть сейчас на резерву ускоритель процесс чтобы на следующий ход мы уже могли двигаться тот же хексуаттель хотя бы в осаде держать успеем один ходецкий сдадим он пара стеков еще есть он может хексуаттель помочь все-таки его осаждать не особо хорошая идея я так ждал с маусом что он превратится как можно раньше чтобы у меня была идея такая в голове что но если сейчас мы его не будем достойно бить чтобы растянуть силы и пусть он бегает между ними а пока бегают он теряет хп очень сильно но он не так сильно прям терял хп как мне хотелось бы о союз против нас собака ты бегер мистер сам не вывозишь до старшим пожаловался старшим ушастым эх ну ладно началась война еще и теперь с высшими давай увеличим дальнюю стрельбу ощутер как артиллерия бьет наш снайпер артиллерия на минималках марк вульхард высокого стража может добить мы прикрыть не успеем здесь храм кары если что защищен лаксла нет монумент луны тоже плохо защищен на ускорение мы можем сюда перебежать но гоняться за ним сейчас не особо выгодно задачка пауакс принципе вполне реальное этим стеком забрать потому что тут нас могут шатнуть им нужно действовать решительней где мы идем на следующий ход уже можно будет даже разведчик отправлять на ускорение не буду на рискованном рискованном очень рискованном цитадель на тебя достанем подожди как он и плывет здесь но не должен доставаясь выходи тогда но тут в любом случае будет нести потери если выходить на линию чтобы доплыть без потерь это очень близко к малусу так как он легендарный лорд у него может быть сейчас бонусы мы будем ему в этом плане проигрывать ну ладно на этой ноте все таки завершим сейчас серию будем теперь бодаться еще и с высшими эльфами которые однозначно не захотят с нами сейчас мириться сразу отношения он резко ухудшаются он на первом месте по силе мы можем предложить ему вот так вот объявить войну но он не захочет ради интереса даже предложим от деньги ну там все он не захочет видеть даже когда сразу на первом ходу здесь это так не работает зато с хексуатли можем снова начинать торговать дай нам небольшой кэшбэк тебе все равно деньги не сильно нужны а нам приятно мы ведь вот как-то так друзья мой доход просел с эльфами было очень много торговли с эльфами было очень много завязка чек но ничего это поправим все это мы прятали до следующей серии всем добра пока